Сейчас вокруг весна и поют птички, но у меня совсем не весеннее настроение. Много дней подряд российские оппозиционные журналисты пытаются взять у меня интервью. Слава, расскажите нам, что вы думаете. И мне совершенно нечего им сказать. Хотя нет, есть что. Я скажу следующее. Вы все часть российского народа. И это вы, российский народ, вырастили и выкормили этих подонков, ублюдков, тварей, которые сегодня разрушают наши дома, убивают стариков, женщин и детей, насилуют, мародерят. Это вы привели к власти всех тех, кто отдает приказы целиться и разрушать наши роддомы, дома престарелых, вокзалы, на которых находятся тысячи людей. Которые пытаются убежать от вашего русского мира. Это вы молчали тогда, когда надо было говорить и действовать. Когда Путин, чье второе имя сейчас Антихрист, пришел к власти, вы молчали. Когда Россия вторглась в Грузию, вы тоже в основном молчали. Потом, когда Россия наглым образом забрала у нас Крым, именно так забрала, украла. Многие из вас в душе даже гордились этим, а многие не только в душе. Говорили, что Крым вернулся в родную гавань. А потом 8 лет, когда ваша страна развязала ужасную войну у нас на Донбассе, вам не хватило смелости и мужества десятками тысяч, сотнями тысяч, миллионами выйти на улицу и противствовать против этих страшных вещей. А раньше вы могли. В 91-м году миллион человек вышло в Москве на площади, чтобы свергнуть империю зла. Но это было раньше. А сейчас только посты в Фейсбуке и сочувствие по телефону. Это не поможет. Нам не нужны сочувствия по телефону или в Фейсбуке. Нам нужны действия. И то, что вы за границей, в уютных отелях или домах рассуждаете о загадочности русской души и о том, как будет потом, и о том, как ваша жизнь теперь сломана, можете рассказывать кому-то другому. Жизнь сломана не у вас. Жизнь сломана у тех, кто лежит сегодня в буче, в бородянке, мертвой, с завязанными руками. Жизнь сломана у тех, кто пытался уехать из вокзала в Краматорске, а сегодня был убит российскими градами и ракетами. Жизнь сломана у миллионов украинских беженцев, которым не за что жить и которым негде жить. Жизнь сломана у тех, кого на самом деле вы так много лет успокаивали и называли своими братьями. Поэтому мы никогда не будем отделять тех, кто убивал, тех, кто отдавал приказы и тех, кто молчал и ничего не делал. Отдельное спасибо, искреннее спасибо, я хотел бы сказать все-таки тем немногим, кто отважился выйти на протесты или открыто, публично заявлять свою позицию по отношению к зверствам российской армии, российского руководства по телевидению и в соцсетях. Этих людей мало, но не есть. Мы это помним и ценим. А еще мы помним и никогда не забудем тех, кто совершил страшные преступления против Украины и тех, кто молчал все эти годы, когда все шло именно к этому. Мы никогда не забудем и никогда не простим. Спасибо. Спасибо.